от людей при этом сходила туда-сюда. Я помню. Почему пряталась? Тошно было вообще. Они же все благие вести мне несли. Восемь лет там жесткой войны было, особенно первые шесть. Да. Потом я через шесть уже тебе прилетел, сказал. Да. Там было другое. С другой новостью. Да, через шесть лет прилетел и сказал, что женишься на императорской дочке. Нет. Я почти всех победил. Да, шесть лет я как дура ходила, страдала, плакала, ждала. Он прилетел через шесть лет и сказал, что я очень рад тебя видеть, я женюсь на императорской дочке. Я тебе рассказал. Это все неважно. Это все неважно. Я на ней женись, это все неважно. Да. Ты подожди, еще шесть лет или там сколько еще. И когда-то я вот можно... Ну, я же прилетел сказать. Да, конечно. Ты ждала, надо верить. Да, конечно. Медаль-то нарисовать, Заяц. Что прилетел допить. Как с тобой тяжело, Мана. Без меня хорошо. Ну, чего все. Вспоминай, Дюйну, шесть лет, там вообще классно было без меня. Кто вредный? Ну, угадай. Да, что мне угадать, я вижу. Пойду я почищусь. Почищусь. Дима, сиди же. Дима, сиди. Мы уже больше не будем. Ну, что ты колбасишься? Смотри, Дюйну. Что тебя колбасит? Смотри, где ты был эти шесть лет? Мишу там вспоминай. Там еще было трое. Трое тех, кого чувствуют здесь, на земле. Ты там какие-то предметы переставлял? Шарики, я смотрю, квадратики. Ты там, мента там был. Херня страдал. Летал тоже по небу, смотрю. Угу. На какую-то хрень, но это как лодка похоже больше. Угу. На лодку такую. Навигатор или ментат, смотри. Кто такие ментат? А вот смотри, кто такие ментатый. Почему у меня ментатого не было? Что шесть лет было после перехвата управления на Дюне? Почему восстание было против Махдеба? Он-то устройствами работал. Такие шарики, такая сетка, как пауча сетка висела. Он-то передвигал, двигал. Угу. Угу. Там с помощью этих вот шариков, потоки силы, людей можно было просто стирать дистанционно. Смотри, я на себе испытал, да. Меня пытались стереть. Голова была просто ужасная. Ну смотри, что вокруг у тебя. Почему у тебя голова боится? Если нормально работать, чтобы посмотреть. Ну, вытаскивай, да. Потому что в тебя там запихнули кучу всякой херни, которую ты почему-то не хочешь вытаскивать. Мало того, что это королевишная, не которая наверху, которая императорская, принцесса, полностью тебя перепрошила и твои свойства себе забрала. В итоге не поняла, с чем у меня дело, и ее же это истерло, разнесло. Тебе программы на самоубийство, на отторжение камней, слоев куча. Тебя накладывали, как на беннигесеридка стояла сзади, как змея в позвоночник. И два типа ментата держали. Ну, они же масоны, скажем так. Вот так, как стекло в тебя, раз, как разрезают, и потом стекло бьют. И так сотни раз. Я тебе это показываю. А твои свойства, которые раскалываются, забираются, чтобы перевести всю энергетику на себя, своровать. Вот тебя и проще. Да, это был единственный повод. Да. А что ты хотела-то? Не, я согласна. Я убираю чего-то. С тобой мотаться, выжигать планеты? Тогда уже с рдукарами. Может, стоило. Быть единственные бабы на корабле. И что? Ну, как объяснить, а? Ну, почему бы и нет? Нет. Убираю, я убираю. Эти импланты для управления с рдукарами на руке. Смотри, сколько их было, как они действовали. 14. Открытись. Почему 14? Не знаю. Одной полоской, не двумя. Угу. Нет, наверное, всего 14. Угу. 7 на руке, если где-то по позвоночнику на шее, на позвоночнике. Угу. Как знаешь, от первого позвонка до шеи, вот все до шейного, седьмой шейной, да? Да. Это для усиления энергетики, и всей энергетикой руку выставляешь вперед, и как думаешь, ею через... Да, нервная система и мозг связывается. Первый, второй позвонок, и до седьмого стоя на руку. Да. И вот потом руку повторяешь, особенно вот с этими шариками, которые Дима показывает, там трансляторы силы накачивали. Да. Там же все... Поддерживаешь войска. То есть один от имени всех, и я от имени всех, и как единое целое. Хорошо. А сколько там человек было, скажем так? 46 тысяч. Угу. А сколько всего было? 850. Тысяч. Угу. На лево руке таким планом-то было. Три браслета, вот так, не соединенные, не полные браслеты, а разрезанные, полубраслеты. Под кожу уж это были вставлены, монтированы. Как медные, какие-то пластины, красные почему-то. Угу. Цель. Усиление. Усиление. Это было, как знаешь, как и медикаментозное, и усиление, и для выживания, и для всего. Это было именно для поддержания организма. Это не было для этого. На пульс они как пульс не перекрывали, к пульс подходил. Сколько ментатов всего в Инберии было? Меньше 1600 с чем-то всего лишь. Это был внутренний круг, был внешний круг, более такие, ну, другие задания выполняли, более, как калькуляторы и компьютеры, понимаешь? Или как счеты и калькуляторы. Такие, которые планировали спецоперации на уровне домов великих, современным термином корпораций. Вот такие сколько? Семьдесят два. Угу. Сколько из них нейтральные, сколько за меня, сколько против? За тебя штук 16, наверное, и нейтральных было, штук 10-12, не больше всего. За тебя штук 16, но они, по-моему, только тебе в глаза говорили, что они тебя поддерживают. На самом деле там двое, если их было. Угу. Принцип действия ментатов. Угу. Управление пространством, энергетику переподключали на себя и управляли пространством, умели его расширять, раздвигать, умели планировать, собирали мысли, думали за людей, управляли людьми, переподключали потоки по своему желанию, на кого нужно и куда нужно. Это не навигаторы, это ментаты, это те, которые тут стали масонами. Сколько из них сейчас сюда перекочевало? Вообще из той вселенной. Ментатов перекочевало вообще за всю историю нашей вселенной, скажем так, за всю историю нашей земли, скажем так, около сотни всего лишь. Вообще из Ордюны сюда на эту земли, ну, не многим больше сотни прикочевало или штук двенадцать было этих бенегистериток, штук, не знаю сколько, до сотни, чуть меньше сотни тех, которые потом масонство, скажем так, вот, вглавляли и помогали развивать. И совсем двое-трое что-то еще кого-то. Мишка, кстати, там был, но Мишка, я не знаю, каким образом выжил, он был среди этих свободных. Там говорят фримены, фрамены были, это фрамены были, а не фримены. Это не свобода по-нашему, как свобода, там что-то другое было. Фрамен. Мишка там был, он был в окружении моего отца, я помню, он был каким-то генералом, кем-то там был. Я его просто помню, в глаза не смотришь. Да и он сам это помнит. Да, глаза не врут. Так, сейчас это как и сознание есть в Рое распределено или есть личности души? Масонов и оттуда? Да, есть души масонов. Какие-то они все старые-старые. Угу. Они, как, знаешь, и на той планете, на Дюне, они были не уроженка этой планеты, а их как забросили туда, на Дюне, для выполнения какого-то издания. Они там, наверное, лет пятьсот-шестьсот жили, ну, долгое время, до тысячи лет они там живы. Ни одного воплощения они там живы. Смотри, Фрамен и это типа за меня. Да, я говорю о ментатах. Я говорю о ментатах, о тех, которые прибыли сейчас на Землю, ты спросил о ментатах, которые есть на Земле. Они за врага. Они за врага, да. Они не на Дюне, они в целом, или на Дюне именно были, или там... Нет, нет, не на Дюне, я говорю так, о Вселенной, в общем-то, о Вселенной. Я смотрю, что на Дюне-то их не было, что там быть? Нет, нет, я неправильно, прости. Я говорю о той Вселенной, о всей конгломерации этих планетиков. Вот сейчас их найди одного хотя бы. Ну, по-моему, этот старый-старый человек, который Ротшильд или Ротфеллер, Рокфеллер, чуть ли не Ротфеллер, ну, получается, по-моему, вот старый такой, посмотри на него, по-моему, он один из них, потому что он и в Рое был, и он был там. Несколько душ перекинули для освоения физического тела уже и в Рое ранее, чем они. Ну, остальные еще были жуками, а некоторые уже как учились управлять людьми и человеческим телом. Там было очень подобное тело. Чтобы идти дальше его, да, в жуках нельзя идти, поэтому их уже перекидывали в другие носители, да? Да. Рой должен был трансформироваться, чтобы идти выше. Да. И проект Роя там, в той Вселенной почти осуществился, да. Они уже смогли быть в телах. Да, они уже были в телах. Этот, я забываю все время его, этот старый человек. Сосельский. Лицо у него все, кожа такая, пятна. Старческая пигментация. Ну, есть Сорос такой широкомордый. Нет, нет. Есть, да, да. Нет, это не стоит. Но он помер, смотри, недавно. Широкомордый с красными пятнами. Он реально вампир. Да, некоторые были. Некоторые стояли у истоков масонистов, скажем так. Они сюда прибыли раньше, чем она. Они сюда прибыли раньше, чем мы. Мы еще были на черно-белой планете. Они уже были тут. Это было до черно-белой планеты. Кто? Юна? Конечно. Ну, тогда какой черно-белой? А, в смысле, сюда на Землю? Да. Да, да. Они на Землю прибыли. Именно пока нас бросило на черно-белую планету, пока мы там были. Потому что они уже были здесь. Да, они уже были здесь. Рой ломанулся выйти из ловушки и хотел к центру Вселенной. Надо было это прекратить. Ловушка была здесь. Надо было загнать обратно. Поэтому мы там горячий прием устроили. И Рой понял, что туда соваться нечего и вернулся сюда. Да. Для второго нашествия. Угу. Где уже более-менее что-то готово было. Ячейки. Да, они сюда пришли между первым и вторым нашествием. Угу. Первое нашествие здесь не получилось. Тяжелые корабли пошли туда. Черно-белые, потом легкие туда же. Там получили. Похитим. Да, это же наш. И назад сюда, да. Это же эта Вселенная уже. Ну, вот наша у Клоуна, да. Деструкция сейчас выходит. Смотри, как они работают. Ну, примерно так же, как и работают. Я особой разницы не вижу. Угу. Только теперь это наше. А вот теперь выдели частоту моментатов и на эту частоту их направь. Все на этой частоте. Я поняла. Хорошо, сейчас сделаю. Минуточку. Не рвется, блин. Знаешь, если условно как нитку, она как резинка тянется, блин. Ты представляешь? О чем? Вот ты говоришь частоту. Частота обычно, ее как луч можно выделить, правильно? Любой луч, вот ты его деформируй, он как-то истремляется, ломается. Вот как нитка, она бы порвалась. Это как резинка. Вот дрень, дрень, верхний. Это дикое сознание. И оно еще живое. Оно распределено по всему рою почему-то. Вот это вот умение ментатов в сознание людей влазить и жить в них, распределять себя. Они как начали распределять, вот как сейчас майнинг. Они свой мозг переселяют и живут к другому. То есть думают другими людьми. Вот это свойство надо сейчас расхерачить. Оно достало просто. Дима, подключайся. Да, я вижу это все. Так, они давно это начали наделать. Эту резину концентрируй, вращаем, одного берем, вращаем и наматываем, как на вертяно всех остальных. Я понял. И он вырывается из-за других масонов. Он прикрывает. Из деструкторов по этой резине пускаем. И очищаемся от структур одновременно. Давай деструкторов, котов. Ну и рыбку туда. Они как человеческим закрываются. А ты, ментаты, от имени людей. Выталкивают. Вот запрети им. Это наоборот нужно кусать. Пеньки пусть кусают ментатов. Вот эту чистоту. Хорошо. Не нужно его носом тыкать. Ну зачем еще его тыкать? Ну зачем ты так? Плохой Илья. Плохой Илья. Взял за шкирку, его так носом тыкаем. Я увидела. Ты думаешь, не увижу, что ты детей обижаешь. И детей же триллионы триллионов. Пусть каждый укусит и все. И все нормально будет. Правильно. Вот плюс триллионы триллионов. Все тебе языком покажут. Да-да-да, уже. Каждый показывает. Особенно девке. Подходит. Нас зажимает. Мне показывает. И чуть-чуть лак. Школ какой-то. У тебя нехило. Зато от феньков защиты нет. Снизу пусть поднаривают. Снизу. Да. У них как какие-то щиты снаружи. Вот они как привыкли. Вот. Ага, хорошо. Пусть эта огненная солнечная река выжигает их нахуй. Нет, брать не пойдет кусать. Брать, но он кусать не будет. Ты будет большой брать. Большой, синий, да. До всех сразу. Пошли. Ладно. Эх, я займусь морщинистым. Все, болит, блин. Я же его пустил сам. Он мне эти импланты вставлял. Какой-то один имплант для управления мной он мне вписывал. Куда? Как шарик выделяется отдельный. Где-то сели. На уровне солнечного сплетения поищу. Тоже не в голове. В голове нашел бы. Подавление воли, да? А вот здесь прям, знаешь, ямочка вот. Вот. Даже нажимаешь чувствуется. Бери что. Солнечное сплетение мы вот анахатой. Под анахатой ниже. Все будут две сразу. Работа с пространством и вон. Чакральная система такая же была. Почти. Да, такая же. Анахатой у меня практически такая же. Реальная система почти такая же. Чуть-чуть. Вот основные было. Основные чакры такие же. А вот, по-моему, другое количество вот этих вспомогательных чакр. Их же много, на самом деле. Там больше 140, да? И горло другое. Ну, для таких вот вибрационных взаимодействий вообще. Шелкающих таких тянек. Я не знаю, как-нибудь. Звук прям, звук можно было сносить. Ну, да, прям. И энергия. Вот эта чакра основная была. Как пробивали вот реально. Да, там, если вот такой еще усилитель, рецензор поставить, то можно было энергией сбивать все. Ну, это там. Условия той вселенной здесь это мало применило. Здесь другое. Здесь пушечки тоже были. Вибрационные энергетические хорошие. По-моему, даже не фрамины, а прамины. Подобное что-то, но. Первое. Про. Даже на нашем языке. Чему у меня этот грифон хотел, вот, от лимперски научить какому-то уму-разуму, какую-то передать что-то. Вон, поговори с ним. У него кадык такой большой, да? Да, он сам вот как вот грифон, реально грифон. Стервятник такой. О, стервятник, точно. Ему это спайс от ринохрома, который как вот на завтрак просто, он уже был. И не помогало. Просто жил долго. Ну, как реально, вот этот вот педик-то от Рокфеллера. Людя, а что он, что он от тебя хотел? Он был посланниками, представителем, предводителем Роя. Что он мог от тебя хотеть? Ну, вот я спрошу, что надо-то? Зная, кто ты на самом деле. Он-то знал, кто ты на самом деле. Задавить хочется, как шип какой-то мне прямо сказал. Он не пытался тебя убить, потому что именно убить это, ну, пол-дела, ну, толку. Перед тем 9 планет мы прыгали с ушей, как лягушки-петешественники. Убить это ерунда. Нужно было именно задавить на уровне, на совсем другом уровне. Да, потому что именно, ну, тело, ну, тело и тело, это воплощение в следующий круг. Нет, с лопу не этой вселенной. Конец работы в проекте Роя. Потому что вскакиваю на другой уровень, и всё. Ну, так получилось. Просто у нас так получилось. И он это знал, что убивать не было. Да, у них же по времени. Они знали, что было с предыдущими вселенными. Потому что это были уже предыдущие, у них уже эта информация чётко хранилась. Им нужно победить другим способом, другому уровню, да. Где он здесь-то? Ну, это твой ампер, похоже. Там его сознание. Вроде в роду Рокфеллеров это сознание. Ну, кто-то, да, кто-то там. Вот они как под зонтик под него становятся, и всё. Все, кто живёт в среде. Это не какой-то один носитель. В носители входит, выходит, он как под зонтиком. Вот этот зонтик давай сломаем. Ахер, достал. Я поняла, о чём ты смотри. ДНК-структурка как фм... Ну, как ДНК-структурка, как антенка. Она на всех распределяется, видишь? Ну, под зонтиком, я и говорю. Одна частота для всех. Они входят в это. Да, программа, которая на всех... В ментальное поле. Да, 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 да. Породу, кто связан, все получают возможность прятаться там. Найди первого носителя. Здесь не видно. Первый Рокфеллеров. Так, какой-то лайм. Лайм? Лайм, лайм, не знаю. А, лайба. Сейчас поищу. Да, в Википедии могут же... Первого уже... Он же всё равно где-то взялся. Угу. Это первый известный, который в Википедии. Википедия он вряд ли будет, потому что этот был до потопа. Он ещё масонские ордена до потопа организовал. Угу. У меня темно, может свет включить или нормально видно ещё? Нормально у тебя, хорошо, если видно. Как вот такой штык там. Давай его сломаем. Давай. Это первое сознание ментата. Я понял, хорошо. Я понял, хорошо. Да, это... Лейб или Лейл. Ну, какой-то Лейб. Угу. Угу. Ещё всё удивлялись. Нет, их никого не было. Угу. Да, та сила ещё. Да. Хлистала. Да, ещё хлистала сила. Кременов, то есть накачанная была не кременов, а все, кто жрал спайс качками. Странное дело. Да, у меня было всего чувства там мощным всего. И даже не видно его, потому что он очень чистый и светится. То есть, как что-то плохое, не выделить. А, значит, нужно искать хорошее, а то и стало плохим. И тебе его на уровне младенца могу показать. Показывать и нем на уровне младенца. Угу. Потом уже сознание начало развивляться, как дерево, знаешь? Да, да, да. Вот одно не выделить. Нужно струц сломать. Душу нашёл. Тоже чёрная резина такая смола. Угу. Свежая. А вот это феньки будут есть. А куда они денутся? Если им вот так рот открыть, у них ещё и не такое сидит. Ха-ха-ха. У тебя уж слишком не те картины. По-моему, всё мярче. Это не тебе жалуются. А вот они мне такое рассказали, что мне оно так не тянуло сзади. А раз открыла и всунула, заразу. Может, картинки и не те, но феньки мне именно так рассказали. Будет новая легенда, как ты их кормил, заразой. Мы их потом всех пожалеем. Феньков смеется. Ну, не замучаешься. Смотри, триллионы. А знаешь, автоматическую руку сделаешь, а всё их гладь. Да-да, погладь, погладь. Причём как коты. Да-да-да. Лисички. Полярных лисичек левый, а эти правый. Вроде выдёргивается. Смотри, как нитки вытягиваются даже из тех, которые сейчас все живут. Видишь? Угу. Сначала корни я выдернулась. Да-да-да. Как из корня вот тянется. Угу. Волк, корни, ветки всё. Да, а сейчас ветки из нынешних, нынешних живущих. Как из собственных мозгов. Вообще, интересные ощущения. Очередные. Как бы взмах нервы, блин, фу. Угу. И, собственно, черепа изнутри вытаскивали, прилепились. И эта гадость пошла внутрь ещё там. У тебя и у меня. Корни пустили. Оттуда. Оттуда.